В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В начале выпуска о чрезвычайном происшествии сегодня ночью горела старинная деревянная мечеть, расположенная на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Новгородский. Реставрация мечети началась в 2012 году. Работы уже шли к завершению. На месте пожара побывала наша съемочная группа. Сигнал о возгорании здания поступил в 10.40 вечера. Через три минуты на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение. Ирина Беляева живет в доме через дорогу. Говорит, пламя было настолько сильным, что на ее балконе было жарко находиться. За час. Здание сгорело за час. Такое ощущение, что оно воспламенилось изнутри, по всей площади. Потому что очень большой был огонь. Особенно опасным пламя стало для двух блистоящих деревянных домов. Прибывшие на место пожарные не только тушили основной очаг, но и создавали защиту соседним зданием. По данным МЧС, на месте возгорания работали 12 пожарных расчетов, в том числе две автолестницы. Точное время ликвидации огня – 23 часа 51 минута. Эта мечеть была построена в 1905 году. Долгое время здание находилось в ведении УФСИН, и только в 2010-м его передали Архангельской религиозной организации «Нур-Ислам». Сейчас на месте здания только обгоревшие корпусы. Еще вчера здесь велись восстановительные работы. Эти кадры сняты 17 июля, за несколько часов до пожара. Здесь уже виден возведенный мехрап. Здание было почти подготовлено к установке купола. Предполагалось, что мечеть откроется весной следующего года. Сейчас на месте происшествия ведут работу специалисты испытательно-пожарной лаборатории. Причины возгорания будут устанавливаться. К сожалению, сейчас преждевременно несколько говорить о том, что конкретно произошло. Рассматривается несколько причин. Одна из более вероятных – это неосторожное обращение с огнем, как вариант занос открытого источника пламени. Расследование причин поджога под личный контроль взял главный муфти европейской части России Равиль Гайнуддин. О происшествии сообщили президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову. Вернулся в Архангельск, прервав рабочую поездку, председатель татарской культурной автономии Рим Калимулин. Духом падать не будем. Дальше будем продолжать строить. Разберем это здание, заново начнем строить. Как пояснили в главном управлении МЧС по Архангельской области, обгоревшее здание будет находиться в распоряжении следственных органов в течение 10 дней. К другим новостям. 16 социальных домов будет построено и 30 деревянных жилых зданий отремонтировано в Архангельске. Жилищные условия улучшат почти 2000 архангелогородцев. В ходе рабочей поездки в Северный и Соломбальский округа мэр столицы Поморья Виктор Павленко проинспектировал объекты строительства и капремонта жилья. В доме номер 30 на Мещерского сейчас проводится замена кровли, а также свайного основания. Работы выполняются на средства городского бюджета. Около 60% свай на сегодняшний день уже поменено. Поменена уже частично кровля, трубы отремонтированы, печные. Где-то недели две с половиной остается работникам, чтобы окончить капитальный ремонт в полном объеме. В Архангельске более 6000 многоквартирных домов, из них 75% деревянные. Их для своих сотрудников когда-то строили предприятия лесной отрасли. В 90-е годы ведомственные дома были переданы муниципалитету без капремонта. Кстати, его проведение теперь зона ответственности регионального оператора, который пока не приступил к работе. Мы в бюджете этого года предусмотрели 100 миллионов рублей на капитальный ремонт домов. В основном какие виды работ? Это свайное поле здесь, на этом доме. Замена тут практически вовремя, что называется, подхватили этот дом, потому что уже не настолько сгнили, что дом мог упасть. Хотя сам дом в таком приличном состоянии и крыша. Работа продолжается по всему городу. Я говорю, что 30 домов мы должны сделать. В следующем году мы, конечно, постараемся еще наращивать. Поэтому параллельно будут идти средства, которые муниципалитет вкладывает в капитальный ремонт. И уже региональный оператор будет работать по тем домам, которые вошли по графику ремонта. В следующем году их порядка 130 будет. Вот такая работа комплексная. Она даст возможность все-таки содержать эти дома. Капремонт домов за счет бюджетных средств муниципалитет выполняет в полном объеме. Из 30 домов в 4 ремонт на завершающей стадии. Адресами очередных работ станут улица Теснанова и улица Победы. Алексей Карельский, Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Олег Ширяев. Панорама Севера. 17-й раз в Поморье прошел конкурс «Архангельское качество». Наградами отмечают самые качественные и конкурентно способные товары и услуги, которые производятся в нашем регионе. Имена предприятий победителей 2014 года назовет Мария Воробьева. «Архангельское качество» – это региональный этап федерального конкурса программы «100 лучших товаров России». В этом году в нем участвует 41 предприятие области. Организации представили на суд жюри 114 видов товаров и услуг. Один из фаворитов конкурса «Архангельское качество» – компания «Роснефть. Архангельск нефтепродукт». Она стала победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Успеху, безусловно, способствуют постоянное совершенствование технологий, модернизация оборудования, повышение квалификации сотрудников, конкурсы профессионального мастерства. В этом году наградную копилку «Роснефти» пополнил диплом за приверженность к качеству. Наша компания не первый год участвует в конкурсе «Архангельское качество». Мы стараемся ежегодно повысить качество услуг. Спасибо, что это увидите и достойно оцениваете. «Мы печемся о вас» – таков девиз народного предприятия «Архангельск хлеб». И действительно, кто не пробовал горячий дарницкий хлеб, душистый практичный нарезной батон, ванильные баранки, мармелад и летающий во рту зефир в шоколаде? Вкус и качество этих незаменимых и лакомых товаров оценили и члены жюри. За эти изделия «Архангельск хлеб» удостоен диплома лауреата конкурса «Архангельское качество». Кстати, в декабре в Москве на международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий, инноваций и традиции, дарницкий хлеб от «Архангельск хлеба» получил золотую медаль за высокое качество продукции. Хлебопекарная отрасль, она очень отличительна от всех других. Еще бабушка моя говорила, мучка та же, а ручки другие. То есть люди, которые работают на нашем предприятии, в общем-то, все награды во всех конкурсах – это награды их труда, оценка качества их труда. Люди вкладывают не только физические силы, не только душу, но и любовь. В течение года лауреаты конкурса имеют право использовать эмблему «Архангельское качество». Северяне должны знать своих героев в лицо. Все большее число участников конкурса активно избирают инновационный путь развития, внедряют современные формы и методы технического регулирования и управления качеством. Сегодня качество – это та степень удовлетворенности потребителя, которую он получает от стабильного набора ожидаемых характеристик товара. Основная задача конкурса неизменна – повышение уровня обслуживания клиентов. Участие в нем – это дополнительная мотивация для персонала. Теория дает базу знаний, а практика – профессиональные навыки. Мария Воробьева, Ольга Красулина, «Панорама Севера». Из Архангельска на землю Франца Иосифа отправилось научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Оно доставит на архипелаг специалистов по ликвидации экологического ущерба и бойцов сводного студенческого отряда северо-запада «Гандвик». От мечты об Арктике их отделяют несколько дней. Путь на землю Франца Иосифа может продлиться от 4 до 9 суток в зависимости от погоды. В составе стройотряда не только архангелогородцы. Покорять арктические льды отправятся представители Санкт-Петербурга, Карелии и Калининграда. Всегда мечтал попасть на Арктику с детства. Это была моя мечта прям дикая. И вот именно стройотряда дали мне такую возможность. Вообще я сюда хотел попасть в прошлом году, но у меня не получилось по личным обстоятельствам. И теперь вот я наверстываю. Впереди у 11 студентов непростая миссия – наведение арктической уборки. Исследовательские станции, объекты военного назначения, по оценкам экспертов, масса отходов деятельности человека на арктических островах оценивается в 78 тысяч тонн. Часть отряда – это остров Букера, в северной части земли Франции Иосифа он находится. Там ребята будут работать на ремонте жилых помещений, которые там остались от старой базы. А непосредственно на земле Александры будут работать на экологической чистке. Вручить трудовую путевку командиру отряда и сказать напутственные слова ребятам перед непростой дорогой пришел губернатор Архангельской области Игорь Орлов. То, что сегодня мы говорим, что из Архангельского уходит не только профессор Молчанов, приписанный к Архангельскому порту судно, а уходит сводный отряд северо-запада из города Архангельска на сверне Арктики, значит, мы действительно ворота в Арктик. Всего на борту профессора Молчанова 70 человек. Кроме бойцов Гамвика в экспедицию отправляются волонтеры, научные сотрудники и обслуживающий персонал. Технику весом в полторы тысячи тонн доставит сопровождающий судно теплоход «Пионер». Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. Напоминаем, с 1 июля по 31 августа проходит голосование в рамках акции «Аллея России». 85 растений, символизирующих российские регионы, будут высажены 21 сентября на территории природно-культурного парка Республики Крым. И каждый житель Архангельска может принять участие в открытом голосовании по выбору растения, которое будет представлять наш край. Что это может быть за растение, узнаем мнение горожан. Я бы выбрала березу, потому что, мне кажется, это очень хорошее растение, оно целебное. Я считаю, что символом должна быть обязательно ель, потому что и дети, и взрослые всегда этот символ видят и на Новый год, и на Рождество. Вокруг нее гуляют, поют песни, веселятся. Поэтому это будет символ добры, чистоты, веселья, счастья. Я считаю, что это должна быть береза, потому что она символ нашей области. Во многих мультиках ее используют в виде украшения, узнаваемо во всех странах, ассоциируется с Россией, в частности, с Архангельской областью. Я считаю, что символом Архангельска может стать брусника, потому что она очень вкусная ягода, из нее готовится много варений. Также лекарственные растения используются в медицине и вообще произрастают везде. И многие собирают ее, очень любят. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целях поддержки приюта для собак в Катунино в эту субботу, 19 июля, с 18 до 20 часов в культурном центре Соломбола Арт пройдет акция по сбору помощи животным. Всех пришедших ждет фото знакомства с жителями приюта, а также беспроигрышной лотереей с небольшими подарками. Подопечные приюта жизненно необходимы. Корма, ошейники, поводки, лекарства, шампуни, различные щетки, расчески для шерсти и многое другое. В столице Поморья ведутся съемки одного из выпусков популярного в России реалити-шоу проекта канала ТВ-3 «Охотники за привидениями». На севере внимания ловцов Непознанного привлекли истории об озере Сюрзи, что в Пинежском районе, сами пинежские пещеры, а также широко известный Голубинский провал. В Архангельске героями реалити-шоу станут молодые супруги и их семилетний ребенок. Развязку истории зрители увидят на экранах телевизоров ближе к Новому году. В Архангельск продолжают пребывать люди, которые были вынуждены покинуть территорию Украины. Им оказывают поддержку как местные власти, так и неравнодушные северяне. Как жить, где работать и куда обратиться за помощью? Наша съемочная группа встретилась с заместителем губернатора Пархангельской области Екатериной Прокопьевой. Екатерина Владимировна, сколько беженцев прибыли из Украины и сколько людей еще предполагается принять? Сегодня порядка 300 человек. Каждый день эта цифра меняется. Большая часть из них, больше 180 человек, размещаются в частном секторе. А 119 человек размещаются у нас в пунктах временного размещения. Мы обозначили, что мы готовы принять 150 человек. Но каждый день идет работа по поводу того, что они сможут ли принять больше. Вот на сегодняшний день, пока изъявило к нам приехать вот столько человек, они все размещены. Если возникнет необходимость большего, конечно же, будем решать и будем думать, где и как. Тем более, что увеличивается число людей, которые нам звонят и готовы разместить у себя. К примеру, например, из Рикосихи позвонили, что готовы представить помещение, вплоть до 30 человек разместить. Единственное, что пока там никак мы не можем решить вопросы питания организованного, но есть возможность для всех приезжающих самостоятельно готовить. Я думаю, что эти площади мы будем предлагать тем людям, которые уже смогли устроиться на работу и будут возникать проблемы с проживанием, чтобы самостоятельно себя обеспечивать. Для тех, кто приехал на сегодняшний день, практически еще ни у кого не получены разрешительные документы на работу, поэтому средств к существованию практически нет. Люди приехали без денег, без вещей, поэтому вынуждены останавливаться либо у родственников знакомых, либо у нас в пунктах. Где можно найти информацию о документах, необходимых для получения официальных статусов? У нас в выдаче всех разрешительных документов, это действительно серьезные процедуры с соблюдением федерального законодательства, занимается миграционная служба. Все, кто приезжают, первое, что делают, обращаются в миграционную службу, где подробно раздаются, где даются консультации подробные, выдаются памятки с порядком, так скажем, пошаговым, что, зачем нужно делать. Для тех, кто размещен у нас в пунктах временного пребывания, мы пригласили миграционную службу непосредственно в эти пункты. Они уже были во всех пунктах, рассказали. Мы сделали памятки, которые у нас размещены на сайте Министерства регионального развития Российской Федерации. Раздали каждой семье, чтобы еще раз посмотрели, каким образом оформить все документы и выбрать статус, потому что статусы могут быть различными. К примеру, у нас на территории региона нет ни одного обращения за статусом беженца. Есть просьбы о временном разрешении на работу, другие статусы, но за беженцем никто не обращается. Безусловно, разговаривая с людьми, которые приезжают, понимаем, что часть из них приехала в Российскую Федерацию навсегда, и они целенаправленно оформляют все документы, чтобы потом стать гражданами Российской Федерации, часть людей, и это большая часть, которые располагаются в частном секторе у родственников и знакомых, хотят еще вернуться к себе в страну. Поэтому люди выбирают, люди думают. Как жители Архангельской области могут помочь людям, прибывшим из Украины, и какая помощь необходима в первую очередь? Для того, чтобы централизованно оказать помощь, есть два пути. Те, кто желают оказать финансовую помощь, мы работаем совместно с Красным Крестом. На их расчетном счете, реквизиты которого можно узнать в том числе на сайте правительства Архангельской области, мы размещаем все финансовые средства. Сразу же говорю для всех, кто участвует в этой акции, в этой благотворительной помощи, о том, что эти финансовые средства мы комиссионно будем распределять прежде всего между теми, кто уже сегодня находится на территории Архангельской области. На сегодняшний день финансов смогли помочь лишь чуть больше двух десятков человек, которые индивидуально приходят в Красный Крест, пишут заявление, им выдается эта помощь. Как только появляются денежные средства на счетах Красного Креста, мы всем остальным, кто обратился, тоже будем выдавать финансовые средства, так скажем, для того, чтобы какие-то первые решать свои проблемные вопросы. В Центре патриотического воспитания, это бывший Дом офицеров, мы организовали пункт приема гуманитарной помощи. Причем в этот пункт приходят люди как сдать гуманитарную помощь, так ее и получить. Например, все, кто приезжает с Украины, неважно, где они живут, в частном секторе или в пунктах временного размещения, мы организовали возможность выбрать те вещи, которые сегодня людям необходимы. Также туда приходят граждане, у которых возникают и другие вопросы. Например, перевода своих документов на русский язык, чтобы представить миграционные службы. Устройство ребенка в образовательное учреждение. В любом случае, у нас в этом Центре вся информация, все вопросы, которые к ним поступают, аккумулируются и передаются в нашу рабочую группу. И мы точечно будем и уже отрабатываем те вопросы, которые у людей возникают. Абсолютно все люди обозначают необходимость в обуви, в теплых вещах, в вещах первой необходимости. В пунктах временного размещения, чтобы люди как можно более комфортно себя чувствовали, нам понадобилось и стиральные машинки, дополнительные холодильники, элементарные утюги и гладильные доски. Готова ли Архангельская область предоставить рабочие места людям, прибывшим из Украины? Конечно же, мы сегодня ведем работу точечную с работодателями, теми, у которых есть не просто необходимость в рабочих кадрах. Конечно же, пока люди не получат статуса, о возможности работать речи идти не может, иначе мы будем нарушать российское законодательство. В ближайшее время будут еще много предложений, главным образом, по трудоустройству тех, кто приехал. Очень много людей в трудоспособном возрасте и желающих начать работать как можно скорее. Сведения о вакансиях для граждан, желающих переехать с целью трудоустройства в Архангельской области, можно найти на сайте правительства Архангельской области. На вопросы нашего корреспондента отвечала заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева. Старые фотографии хранят память о светлых днях жизни, порой жизни тех, кого ты никогда не знал. Житель Новодвинска Павел Панафидин в бывшем летнем лагере «Северная Рица» нашел фотоальбомы 60-летней давности. В них история лагеря, лица вожатых ребят, младшим из которых не больше во сне. Павел Панафидин бережно перелистывает страницы. Это альбом 1954 года. Тут целая жизнь лагеря. Как подъем, что делали в течение дня, ходили на рыбалку. Есть и альбом 1956 года. Фотографии сделаны в цвете. Была в середине прошлого века такая технология. Черно-белые снимки раскрашивали. К сожалению, обложки альбомов в фотографии были абсолютно сырыми. Накануне шел сильный дождь. С интересом вся семья рассматривала наследие прошлого века. Родители Павла родились на 20 лет позднее. И тоже помнят пионерское детство. Самым важным было сохранить мокрые снимки. Советские пионеры активно проводили время. Секции, кружки, факультативы. Внезапно найденное прошлое Павел решил передать в архив. Мария Александровна Ягумнова нашла на фотографиях знакомые лица. Всё, что связано с историей нашего города, просто бесценно. Потому что это детство даже не одного поколения. Явно детство тех, кто причастен к истории нашего города. Если вы в середине прошлого века отдыхали в пионерском лагере «Северная Рица», вполне возможно, что в этих альбомах есть и ваша фотография. В карнавальном костюме или в спортивной форме. Будущим владеет тот, кто помнит прошлое. С 29 июня по 12 июля во французском городе Левелуа проходил чемпионат мира по спортивной акробатике. В состязаниях женских троек честь нашей страны защищала воспитанница архангельской детско-юношеской спортшколы номер 2 Валерия Белкина. По возвращении с турнира с девушкой и ее тренером встретилась наша съемочная группа. В спортивном зале «Дюсша» номер 2 пусто. Почти все воспитанники укрепляют здоровье в детском лагере. Поэтому автографы у юной звездочки архангельской акробатики Валерии Белкиной брать некому. Да и сама она заглянула в родные пенаты на один вечер. Впереди очередной тренировочный выезд в составе сборной России. В ней девушка прочно закрепилась после только что завершившегося чемпионата мира во Франции, на котором она заработала для страны серебряную медаль. Отобрали ее на чемпионате России. Совместно с нашими спортсменками они там заняли шестое место. Но и ее выбрали, так как она очень виртуозна, выполняла всевозможные акробатические элементы, и достаточно чисто. Ее взяли в состав сборной. Для Валерии это первые такие соревнования, где она заняла второе место. Но не последнее однозначно. Во Франции большим грузом ответственности на хрупкую Валерию давил не только статус соревнований, но и тот факт, что выступала она с новыми партнершами. До чемпионата девушки побывали лишь на паре совместных сборов. Я выступала с девочками из Краснодара. Их зовут Алена и Вика. Где так получилось, что девочка Диана не подходила по возрасту. И вместо ее я поехала. И где хорошо выступила, все отлично. Как собираешься продолжить свою спортивную карьеру и где? Я собираюсь продолжить свою карьеру в Питер переезжаю. Я буду учиться в хорошей школе и тренироваться. Вполне вероятно, что в Санкт-Петербург Валерия переедет уже в статусе мастера спорта международного класса. Пример для успешного продолжения карьеры у нее есть. Еще одна воспитанница тренера душа номер два Анны Труфановой Татьяна Акулова неоднократно поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на чемпионатах Европы и мира. Алексей Карельский, Олег Ширяев, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» 19 июля с 15 часов на телеканале ПС смотрите повтор трансляции рок-фестиваля под открытым небом «Остров». 5000 зрителей, 21 гектара музыкальной площадки. Бренд «Остров» уже стал достаточно популярным среди любителей качественной рок-музыки. Среди участников – кипелов, люмин, Северный флот, анимация и другие. Видеозаписи концертов и праздничных городских мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 19 июля доллар США 35 рублей 16 копеек. Евро 47 рублей 55 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работла Елена Гончарова. Я желаю всем хороших выходных и до встречи. В Вильске 19 июля ожидается ясная погода, температура воздуха днем до 23 градусов. В Котласе ясно от 16 до 20 тепла. В Мирном 19 июля ясная погода 17-22 градуса выше нуля. В Новобинске в субботу 19 июля ожидается без осадков, температура воздуха от 19 до 22 градусов. В Архангельске 19 июля без осадков, температура воздуха ночью плюс 9 градусов, днем плюс 22. Ветер восточный слабый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА